Моя синдрома отличница, ну и я расстроена. Вот тут, кстати, Галя. И мне пришли результаты. Продуксионераль. Вот моя мотивация. Вообще что-то поступило. 300 сочинений. Друзья, всем привет. Снова начинаю мой влог из серии. Мой путь к сотке на ЕГЭ. Да, эта рубрика будет теперь вообще постоянно. Сегодня понедельник, поэтому традиционно начинаю видео. И по стандарту буду читать. Все так же продолжаю «Тихий дом». Конечно же читаю на моем любимом планшете. Немного, да, хочу рассказать про «Тихий дом». Не знаю, мне прям очень нравится. Я в прошлом влоге вроде это говорила. Но не знаю, «Советный мир» у меня почему-то так не было все-таки. Возможно, потому что я смотрела сериал по «Войне и миру». И я как бы знала, да, то, что будет уже дальше. Но сериал мне было очень тоже интересно смотреть. «Тихий дом» я решила, что не буду смотреть этот, там, не знаю, фильм что-то или сериал, который популярный. Решила, что буду читать. Наверное, это было хорошее решение. Не знаю, так затягивает. И как бы относительно меня, я считаю, что я быстро иду. Я где-то уже 13% прочитала книги. На минуточку, там, тысячу страниц. Я, получается, неделю уже читаю. Знаю, для кого-то это медленно. Но я сужу по себе, как бы, как обычно я читаю. Поэтому я рада. Прямо у меня есть желание, знаете, перед сном почитать. Хотя мне это тоже не свойственно. Поэтому сейчас тоже буду читать. Будет, как обычно, наверное, час. Итак, я почитала. Это реально, мне где-то, ну, час заняло. И сейчас я буду заполнить свой дневник самопрограммирования. Да-да. Вообще знаю то, что это особо к подготовке к ЕГЭ не относится. Но, ммм... Это моя жизнь. Это моя жизнь, это мой дом. Вот такая я, там целую в нём. Это мой день. И я показываю здесь то, что хочу. И вообще вот в тему я бы хотела спросить. Показывать только подготовку к ЕГЭ в моих видео? Либо же показывать, что я делаю другого за день? Просто не знаю, будет ли это интересно или нет. Я понимаю, что это интересно тем, кто меня давно смотрит. Но я бы хотела именно узнать мнение от тех, кто смотрит впервые. Я буду очень благодарна, если вы напишете. Вот. Ну, короче, приступаем. Как бы это моя мотивация, можно сказать. Меня стимулирует в течение дня. Как бы когда знаешь, к чему идёшь, тогда легче. Всё, я заполнила свой дневничок. Так что сейчас пойду завтракать. Итак, сейчас я думаю, что буду смотреть вебинарчики в моей онлайн-школе. Да. Кто не знает, я занимаюсь в онлайн-школе ЕГЭ Лэнд. Кстати, я уже написала пробник, как домашнее задание это было. Ну, по литературе логично. И мне пришли результаты. И я хочу здесь с вами поделиться. У меня 39 первичных баллов и 48. И это 60 вторичных. Да. В том видео я говорила то, что я его писала. Ну, нечестно, можно сказать. Потому что я обращалась к анализам каким-то. Ну, видео, короче. Как бы для литературы это 60 баллов. Кто не знает, очень много. Потому что разбаловка такая странненькая. У меня в основном были только грамматические ошибки. Также там в тесте была одна. Я вообще что-то протупила. Но я обрадовалась. Хотя я нечестно написала. Но всё равно. Это же я писала. Да. Логично. Но я решила для себя так, что когда начнётся уже основной курс. Я первый пробник напишу прям, ну, ни на что не обращаюсь. То есть полностью сама. Надеюсь, у меня это получится. И вот тогда уже посмотрите, сколько я реально наберу баллов. И знаете, у меня опять мой синдром от личницы в голове. То, что мне надо, если тебя всё изучить. Хотя бы так, ну, знать все произведения примерно. Чтобы хорошо написать пробник. Ну, я постараюсь всё-таки, да. Я вообще хочу поговорить о том, почему я выбрала ЕГЭЛЕНД. Какие школы ещё рассматривала. Как я вообще по ней заниматься. Сначала у меня была мысль о том, что я никуда не буду ходить. Буду сама заниматься. Но потом всё-таки подумала, что я как-то переоценила себя. И это, наверное, будет не очень эффективно. Я думала, вот, над соткой я знала, что она популярная. Омску. Я с 8-го или с 9-го класса смотрела Фаришу. Потому что я думала, что буду сдавать ОГЭ по территории. Но в итоге я не сдавала. И вот также ЕГЭЛЕНД. Потому что я тоже видела Юлю Литру на Ютьюбе. Смотрела вебинары. В принципе, мне понравилась очень подача. И также я в телеграм-канале у блогерши Анны Ли. Там как бы был пост, где рекомендовали люди онлайн-школу. Где они занимались. И сколько баллов у кого. И там много было довольно комментариев. То, что вот я занималась в ЕГЭЛЕНД. Или мои знакомые. И там у них много баллов. Поэтому я всё-таки остановилась на ЕГЭЛЕНД. Поэтому сейчас прохожу летнюю школу. Пока мне очень нравятся вебинары прикольные. Особенно нравится то, что простая подача. Как-то, ну, простыми словами всё объясняется. Примеры прикольные. И там уже сказали то, что за год надо будет написать 300 сочинений. Такой веселый год меня ждёт. Я, правда, 300 сочинений я выпала. Буду их писать. Ну, я не знаю, конечно, что будет. И, кстати, кто тоже задумывается над тем, чтобы заниматься в ЕГЭЛЕНД. У меня есть промокод SCARPANI. И по нему вы получите приятную скидку в 300 рублей на обучение. В общем, сейчас буду, да, смотреть вебинары. Покажу вам как раз площадку, где я занимаюсь. В общем, вот, хочу вам показать платформу. Тут, смотрите, до конца осталось 38 дней. Ну, что за ужас. В общем, вот тут в спецкурсах у меня летняя школа. Вот, по литературе. Получается, вот это вот я всё посмотрела. И буду вот смотреть это. Вот тут моя цель литературы 100 баллов, да. Окей. Можно по всей бризонт задавать цели. Что это? Колесо фортуны, блин. Куда я нажала? Посмотрим. Ура. Что это значит? Ладно, пока что не знаю, что это значит. Какие-то монетки вот тут посмотрим. Ну, в общем, тут всё удобненько, мне нравится. Поэтому буду сейчас смотреть. Итак, сейчас я решила то, что буду решать. Вот, книжечка. Да, буду делать тест по 12-му, получается, варианту. Кстати, меня спросили в комментариях, за сколько я её делаю. Я сама никогда не засекала. Поэтому думаю, что сейчас как раз-таки засеку. И скажу вам. Приступим. Ну что, я прорешала. На это мне ушло 47 минут. Ну, и я расстроена. У меня 11 ошибок получилось. Это много. Какой-то вариант как будто у меня показался сложным. В общем, ошибки есть вообще дурацкие. И вот знаете, в большей части там, ну, то одно не написала, то одно перебрала. Так думаю, так, нет, как-то два слишком мало. На что было три? Просто сама придумываю. Ну, ладно, вот это, допустим, подходит. Изначально написала правильно. Ну, как обычно, бывает. Ну, ладно. На ошибках хочется будет дальше работать. Я перепутала не 12-й, а 13-й вариант что-то я. Вот. Ну, как вы видите, посмотрите, что вообще с книжкой случилось. Это вот я ее роняла для видео. Наверное, это не стоит делать. Она как-то будет закликнуть, что ли. Думаю, что с этим вообще делать? Вот 11 ошибок. Итак, учеба учебой, но домашние обязанности никто не отменял. Поэтому сейчас я буду убираться. Да, вообще, я не люблю убираться. Это реально одно из самых нелюбимых занятий. Ну, вот именно начинать убираться. Когда потом я вливаюсь в процесс, то нормально. В общем, мне надо весь второй этаж пропылесосить, помыть полы, вытереть пыль еще сначала. Наверное, будет долго, но буду приступать. Фух, в общем, я убралась. Было это непросто. У меня это все заняло 2 часа. Все сделала, помыла полы, пропылесосила. Короче, довольна собой. Наконец-то это дело сделано. Итак, ну и сейчас я по базе буду писать свои конспекты. Да, напоминаю, то, что все свои конспекты для подголовки к ЕГЭ по литературе я укладываю в свой телеграм-канал Скорпани. Так что обязательно подписывайтесь, если вам это актуально. Да и вообще, если вы даже не сдаёте ЕГЭ по литературе, то всё равно подписывайтесь, потому что у меня очень классный телеграм-канал. Там много всего интересного. Ну и буду писать конспектик. Я сейчас спешу, кому на Руси жить хорошо. Да, Грозу уже выложила. И вот что у меня получается, да. По оформлению я ещё буду думать, что добавить, что убрать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, пришло время французского. У меня завтра занятие с репетитором. Мне за довольно давно надо было сделать. Я готовлю к экзамену Дельф. Там как спикинг идёт. Точнее... Да. Вообще, для меня этот французский, английский просто путается. Я английский весь забыла. Ужас. Буду сейчас делать. Тут на планшетике у меня есть... Ну, там как билеты. И надо вот выбрать. Я выбрала сюжет номер 5. Не судим, акцентик, да. Центр города без машин. Типа, возможно, реальность. Такой текстик сейчас покажу. И мне нужно вот как бы пересказать вот это, потом... Ой, где? Ой, ой. Вот это. А пересказать, потом ещё свою опиньон. Сложно, короче. Не знаю, я сейчас, наверное, почитаю, перескажу. И, возможно, напишу. Какие-то выделю основные моменты. Что вообще хочу сказать. Наверное, завтра буду ещё дойти. Вот, кстати, Галя. Галина. Гарик. Гарик, очень тяжело, что дышит. Жарко видно. Жарко видно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и все, буду заканчивать это видео Всем большое спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал На мой инстаграм, телеграм, тикток Если я вас всех очень сильно люблю Увидимся в следующем видео Всем пока, бизу Субтитры сделал DimaTorzok